Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет о избранном Владимира Корносенко. К сожалению, это еще одно имя, которое сейчас уже займет свое место в пантеоне современных российских литераторов, но автор этого уже не узнает, потому что, к сожалению, его нет с нами, он не так давно умер. И вот это избранное совлечение бытия, такое вот философское сложное название, это фактически большая часть из неопубликованного. Это диогия, состоящая из двух больших романов, а также повести и рассказы, которые не вошли в книгу «Жена монаха», вышедшую несколькими годами раньше в издательстве «Время». И вот это совлечение бытия, это некое опуск магнум, это действительно нечто подытоживающее творчество этого удивительного человека. А Владимира Корносенко остались очень трепетные воспоминания, его вспоминают не просто как талантливого литератора, но как очень душевного человека. И, конечно, тут очень важно отметить, что, ну, я бы сказал, очень-очень лестные для автора слова Виктора Оставьева, вынесенные на четвертую сторонку обложка, они действительно соответствуют истине на сто процентов. Это не просто врач, который заделался литератором. У нас в России богатая традиция врачей-писателей, и не буду даже перечислять. Это не просто хирург, который практиковал, действительно исцелял людей, но в определенный момент понял, что без обращения к тонким высоким материям, без обращения к человеческой душе, совершенно невозможно понять, что дело с человеческим телом. И это не просто человек, который стал писать о том, что он видел и испытал собственными глазами. А в этих книгах мне очень многое близко и очень многое не близко. С одной стороны, это человек, который написал у русской деревни так, как никто со времен писателей-деревенщиков. А все-таки 3-4 десятилетия надо отмотать назад, чтобы последние их произведения и самые яркие произведения застать время, когда они взошли на литературный горизонт. Это, конечно, вот такие слова, которые могли быть сказаны только человеком, который действительно эту русскую провинцию видел своими глазами. И все очень узнаваемо. Но при этом описывается ли юность, или описывается ли быт такой поросший мхом, слегка закостенелый, деревенский, в какой-то степени беспросветный, или описывается чудовищное, невероятное, совершенно вот это вот безысходное, бедняцкое провинциальное зло, когда местный герой, неподсудный благодаря связям, значит, вот он проигрывает в очередной драке, да, когда он со злобы хватает нож, ударяется, значит, своего соперника. Пока тот лежит на земле, он бросается в избу, допивает бутылку водки, хватает ружье, выбегает на улицу в деревне и стреляет с обеих стволов в белый свет, вот просто. Вот, значит, тетка, которая там шла по деревенской улице, охает и, значит, ползет к калитке. И вот всех их привозят герою книги, да, привозят в сельскую больницу, черепно-мозговая травма, значит, у женщины, из-за которой, собственно говоря, произошла драка, да, ножевые проникающие у одного пострадавшие, и, значит, несчастная бабка деревенская, которая совершенно ни при чем, да, с дробью в ногах туда же приехала, вот. Когда он все это описывает, во-первых, ты не чувствуешь кинематографической вот этой вот составляющей, да, потому что это сюжет, и это сюжет, который должен стать, вот я привел крохотный пример, да, эпизод, который должен стать душераздирающей основой для каких-то выводов, для каких-то философских заключений. Нет, это описано в меру беспристрастно, но это описано с той глубокой болью за человека, которая отвлекает тебя от конкретной судьбы конкретных персонажей и заставляет по-другому взглянуть на все произведение. Когда ты понимаешь, что это написано не для того, чтобы тебя развлечь, показать тебе ужасы вот этого вот провинциального безысходного бытия, или какие-нибудь другие ужасы, или какие-нибудь другие цветные переливающиеся картинки, да, такой вот синематограф в голове. Нет, это совершенно другой уровень понимания, для чего написан текст. Вовсе не для того, чтобы что-то показать, рассказать какую-то еще одну интересную историю, или вообще взять читателя Загорова сюжетом. Потому что в этой книге много очень узнаваемого. Много, еще раз говорю, вот этих картин провинциального быта, которые я словно вижу, ощущаю всем телом, и я понимаю, что это действительно та Россия, которая вот с документальной точностью запечатлена. Есть прекрасные картинки, допустим, из легендарных комнат общежития на улице Руставелли. Кто в этом общежитии жил, кто знает, что это такое Добролюбова 9-11, да, перекресток с Руставелли, тот знает, что это за атмосфера, что это за студенты, что это за будущие литераторы, и чем все это обернется, да, в их судьбе, тоже, возможно, знает. Это очень зримые, узнаваемые вещи. Но есть вещи и очень сложные, которые действительно, может быть, это к такой серьезной оценке критиками, значит, привело, потому что действительно там очень много. Здесь можно через несколько страниц встретить упоминание, вплетенный сюжет в диапазоне от Сальвадора Дали до Баты Хана, да, то есть Баты, да, это очень большие задевы такие культурные, да, большие пласты на это поднимать. Здесь есть огромная отсылка к древней русской истории, сложная с различными, во-первых, на уровне лексики и грамматики и стилистики, не просто какая-то декорация, да, современным языком рассказанная история, напоминающая телесериал костюмированный. Нет, совершенно нет. Это очень глубоко залегающие, значит, пласты, да, поднятые. И когда ты это читаешь, тебе приходится не просто продираться среди этого, но и напрягать всю свою эрудицию, чтобы понимать, какие именно реалии описываются. И к чему именно клонит автор, когда он называет эти главки буквицами древнерусскими, да. Ну, кто забыл, в Древней Руси не было буквенных, арабские буквы были не в ходу, да, а значит, специальное титуло, значок над буквой указывало, что это цифровое значение. И эти буквы читались как цифры. Значит, это было число, что-то вроде древнеримской записи чисел, да, а вовсе не арабскими, привычными нам цифрами. И, соответственно, вот так вот названы главки. Там очень много всего такого, во что приходится вникать, разбираться, но дело даже, опять же, не в этом. Дело в том, что вот умение так построить образ, чтобы он врезался в память, умение так сложные философские вещи повернуть, чтобы прежде всего читатель воспринимал их как интереснейший текст, как интереснейшую историю, как историю, берущую за живое, за душу. Вот это, кстати, объединяет в каком-то смысле, делает похожим творчество Курносенко на творчество Валерия Золотухи. Потому что тут тоже, прежде всего, поверх сюжетной занимательности обращается к очень серьезным вещам. И потрясающе тонко эти вещи нам рассказывает. Так человеческую душу чувствует только большой художник. Вот такое совлечение бытия. Здесь есть отдельные рассказы, которые мне очень нравятся. Здесь в этом таком полновесном избранном есть роман «Диогия», первый том которого я сейчас прочитал. И вот как раз прохожу по лабиринтам второго тома. Это не борхесовские лабиринты, играющие культурными смыслами и аллюзиями. Это другое. Это важно прочувствовать. Это надо обязательно прочувствовать. Это ближе к лирике. Это наше родное русское, которое очень сложно описывается в этих аналитических терминах. Это вот все бьет по-живому. Вот такой Курносенко. И кто не считал его повестей в жизни монаха, тот может почитать «Совлечение бытия». Это писатель может быть не столь заметный на литературном горизонте в наши дни. Но еще раз повторюсь, он займет свое место в литературном пантеоне обязательно. И сейчас это чувствуется как никогда, когда видишь собранные вещи в один том, понимаешь, что написано может быть и не так много, но эти 60 или 50 художественных вещей, они действительно пришлись по сердцу читателю и заставили задуматься очень многих над вечными темами. Вечными темами, о которых писали не только писатели-деревенщики, и о которых говорит не только Астафьев, но это вообще такие архетипы русской литературы. Человеческое страдание, сочувствие, сострадание. Как все это устроено, почему все это работает, и почему столько бед и столько слез на пути в жизни человека. Как-то так. Это очень сложно сформулировать, это обязательно надо читать. Об этом писали лучшие писатели земли русской. И об этом писала Курносенко. Читайте, наслаждайтесь издательство «Время», «Совлечение бытия», проза, которая может показаться философской и сложной, но на самом деле она очень родная, очень наша, очень понятная, и, конечно же, очень берущая за душу, очень берущая за живое. Спасибо за внимание. Продолжение следует...